64% российских компаний приостановили наим на работу новых сотрудников, об этом сообщает РБК. О массовых увольнениях, о массовых сокращениях пока нигде не говорится. Ну, я думаю, что это пока. Ну, а то, что перестали принимать людей на работу, это, наверное, такие первые ласточки, наверное, такое первое признание того, что кризис на рынке труда действительно существует. Пока власти по привычке пытаются всё это дело затихарить, пока власти пытаются делать вид, что санкции никак не повлияли, никак не сказались на обычных гражданах, но мы-то с вами понимаем. Огромное количество предприятий, особенно тех предприятий, которые были ориентированы на импорт в большей степени, они просто схлапываются, они просто закрываются, они объявляют о своём банкротстве, они приостанавливают свою деятельность. Ну, как приостанавливают? Вы же знаете, что не бывает ничего более постоянного, чем вот что-то временное. И когда говорят, что мы временно что-то там приостановили, ну вот перестали поступать автомобили в России иностранные. Что делать тем людям, которые были в автомобильной отрасли, в продаже автомобилей были задействованы, им куда деваться? Продавать-то нечего, они остались без работы. А вот сейчас выясняется, что и найти работу оказывается проблематично, затруднительно. Да, прямым текстом никто не говорит, что вакансий нет. Но вот то, что предприятия перестали принимать более 50%, 64%, повторюсь, перестали принимать на работу людей, это показатель. Свою деятельность в России приостановили, напомню, уже 600 с лишним компаний. А это тысячи и тысячи человек, которые при самом пессимистичном сценарии рискуют остаться без работы. Но, во-первых, еще никто никуда окончательно не ушел. А во-вторых, вакансий по всей стране много. В этом убедился наш обозреватель Анна Деркач. Ну, то есть, грубо говоря, этот безработный, да, он будет видеть какую-то вакансию где-то, он будет отправлять туда свое резюме, он будет на что-то надеяться. И, возможно, даже будет проходить там какую-то процедуру собеседования. Но на работу его не возьмут, он никому не нужен. Будет создаваться иллюзия нормальности. Как это всегда было, рано или поздно, конечно же. Но вот это вот вранье закончится, потому что рано или поздно будет уже просто невозможно пытаться проблему затихарить. Но я думаю, что это будет все-таки поздно, а не рано. Наши замечательные шарики его будут по-прежнему верить, что вот-вот-вот, сейчас Владимир Владимирович что-нибудь придумает. Но я бы не обольщался. Давайте будем готовиться к тому, что в убодримом будущем у нас будут десятки миллионов безработных. Просто обзовут их как-нибудь красиво. Допустим, 50 миллионов самозанятых. Как-то так начинаем. Ну и раз уж об автомобильной отрасли, там чуть и выше заговорили, вот сегодня только что прилетело автозапчасти. В марте-апреле подорожали в среднем в два раза. Об этом моим коллегам заявил глава международной сети автосервисов Даниил Соловьев. Не буду называть компанию. Одна из крупнейших компаний, которая занимается ремонтом автомобилей. Вот он говорит, что буквально на основные запчасти цены выросли примерно на 50-70%. Подорожала также работа в среднем на 20%. Но я думаю, что это связано не с тем, что им подняли зарплату. Нет, конечно, это связано с тем, что подорожали еще и материалы, с помощью которых сервисные ремонтные работы проводятся. И вот сегодня, буквально, когда я выложил эту информацию к нам в Телеграм, там люди уже начали писать, что действительно ощутили на себе. Вот написал, например, человек, если раньше, там, некоторое время назад, он менял масло на своем автомобиле, там, масло, фильтры, и это стоило примерно 3 тысячи рублей, обходилось ему примерно в 3 тысячи рублей. Сегодня, вот, говорит, на днях буквально проделывал ту же самую процедуру, заменил масло от 7 тысяч, что есть почти в два раза. И с этим ничего не поделаешь, о каких бы сказках, о каком бы укреплении рубля нам не рассказывали, от этого никуда не денешься, потому что запчасти тоже в большинстве своем импортные, материалы тоже в большинстве своем импортные, поскольку автомобили, которые бегают у нас по дорогам, в большинстве своем импортные. Увляется и курс национальной валюты рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира. А помните, над новостями панорамы все время ржали, было такое сатирическое издание, ну, как было, оно сейчас есть, просто оно потеряло свою актуальность, вот. Поскольку традиционные СМИ и некоторые представители российской власти иногда такое ляпнут, что панорамы по сравнению с ними, ну, в общем, адекватным изданием, кажется. Вот читаю этот блокнот на Медне. Член общественной палаты из Воронежа, некая Галина Кудрявцева, она нашла виновных в лесных пожарах. Не секрет, да, что сегодня в Заурале, что сегодня Сибирь опять полыхают. Это уже стало какой-то нехорошей традицией. Последние три года у нас горят леса, и в этом году без лесных пожаров не обошлось. Хотя меня вот удивляет, как они происходят. Потому что в некоторых регионах Сибири и даже в Заурале до сих пор кое-где еще лежит снег. Как там могли произойти природные пожары? Ну, правда, повторюсь, для меня это загадка. Напрашивается вывод, что, возможно, в ряде случаев речь идет о поджоге. И вот Кудрявцева тоже предположила, что это были поджоги. Но тут же проблема решилась по-нашему. По-русски, кто виноват? Ходорковцы и навольнят. Вот мы с вами ржали, да? Когда шутили, например, что Обама, Трамп мочатся в наших подъездах, выкручивают лампочки в наших подъездах. Вообще гадят каждому из нас под двери. Мы с вами шутили, что если где-то что-то происходит, например, людей откуда-то увольняют, виноват. Скорее всего, Навальные. Но мы шутили. Оказывается, нет. На самом деле мы не шутили. Вот сегодня люди, наделенные какими-то властными полномочиями, они уже в открытую говорят. Леса говорят, кто это, конечно, Ходорковцы и навольнят. Ну, а кто еще? У меня вообще создается впечатление, что у нас во власти сегодня специально сумасшедших каких-то берут ненормальных. Я вот все чаще и чаще вспоминаю этот голливудский фильм, когда на острове в психушке, не помню, как он называется, все время из головы вылетает, в психушке власть захватили сумасшедшие, закрыли врачей. В подвалах, в казематах, сами прикидывались врачами, и вот рулили этой больницей, психбольницей на этом острове. Но если серьезно, да, проблема лесных пожаров, ну, она уже просто такую оскомину набила, я не понимаю, почему она не решается. Вот два года назад мы принимали поправки, даже в Конституцию вносили соответствующие, когда говорили, что нам нужна поправка о защите окружающей среды, ну, че? Ну, внесли мы эту поправку, что изменилось после этого? В прошлом году, вы помните, 18 миллионов квадратных, 18 миллионов гектаров сгорело. За что тогдашний руководитель МЧС аж звезду героя получил посмертно? Ну, видимо, это подвиг такой, спалить 18 миллионов гектаров леса сейчас вот опять горит. Пока точно неизвестно сколько. Но я думаю, что там тоже будут катастрофические масштабы. При этом я не вижу, чтобы МЧС ставилось под ружье, ну, условно под ружье, да? Я не вижу вот этих вот сообщений, что отправлены вот эти вот самолеты Би-200, что-то кого-то куда-то тушить. Я не вижу, что набираются какие-то добровольцы. Рамзан Ахматович Кадыров все докладывает. Мы очередную партию добровольцев из Чечни отправили в Украину. Да в Сибирь отправляйте добровольцев. Вот куда нужно, необходимо прямо сегодня, сейчас отправлять добровольцев, потому что это наша страна, горят наши леса. И так или иначе, это скажется на нашем здоровье, на здоровье наших детей, страдают. Я уже не говорю, да, о том, что природа страдает. Десятки, сотни тысяч животных, десятки и сотни тысяч растений, десятки, сотни, может быть, уже даже тысячи населенных пунктов. Мы ведь не понимаем, что такое пожар. Мы думаем, что это какой-то костерчик. На самом деле, когда целые населенные пункты эвакуируют, нам об этом рассказывают, пропагандисты, да, эвакуировали, ну и что эвакуировали? Во-первых, на время в какой-то детский лагерь их поселили, а дальше им куда возвращаться всем этим людям? На пепелище. А у человека был дом, у человека было хозяйство, у человека была какая-то скотина, а он просто возвращаться будет на пепелище. Если будет, куда возвращаться? Что с этим делать? Почему мы не ищем добровольцев туда? Почему мы все замкнулись вот на этой хрени, да, вот спецоперация в Украине, туда мы ищем добровольцев? Это спецоперация, это не война, еще раз. Официальная позиция Кремля, официальная позиция президента, официальная позиция государства, никакой войны нет. Это просто специальная военная операция. Ну и нехай тогда военные там занимаются. Нехер туда никаких добровольцев посылать. Вот добровольцы в Сибири сегодня нужны, в Зауралье. Но ему абсолютно нахерят на внутренние дела, мы это видим по чудовищным абсолютно пожарам, жертвами. То есть Россия горит больше, чем Азовсталь сейчас. И всем плевать. Нет никаких самолетов-амфибий, нет никаких ни армии, ни МЧС, ничего этого вообще нет. То есть государства нет. Нет, государство появляется, когда из коммерсантов нужно вытряхивать взятку, когда сажать кого-то на бутылку, пытать кого-то, поливать через тряпку кипятком. Единственное, что вот в этой во всей ситуации радует, что потихоньку люди все равно начнут просыпаться. Потому что, что бы ни говорили об укреплении рубля, ну, центы в магазинах мы видим. Что бы ни говорили о том, что сенсы и нас никак не коснулись, да, но я думаю, подавляющее большинство людей, которые сегодня уже попали под сокращение, да продолжат попадать, для которых просто остались без работы и вот окажутся на этом рынке труда, с которого они не смогут никуда трудоустроиться. Они это очень скоро ощутят все на себе. При этом телевизор по-прежнему будет рассказывать, что проблем с трудоустройством нет. Я думаю, что те погорельцы, которые еще вчера там, просились с добровольцами на Донбасс, а сегодня потеряли все, очень скоро ощутят, что они не нужны государству. Потому что государство им, ну, в лучшем случае, даст там миллион рублей укрепленных, на которые можно будет купить в лучшем случае только санки. Нет худа без добра, что называется, поэтому, коль скоро у нас не получается достучаться до граждан, ну, это получится сделать у наших властей своим вот этим вот излюбленным приемом, кидаловым. Рано или поздно они заставят людей видеть и слышать объективные вещи. Как-то так, спасибо, что вы слушали, хороших выходных, увидимся, услышимся очень скоро. Пока-пока!